Перуанская кухня 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 И когда мы попали в следующем году на 18-е место, я был готов к этому. 23-е для меня был сюрприз. А в 18-е место я был готов, я даже был готов выше забраться. Кухня — это жесткая дисциплина, это жесткое подчинение, это армия. Человек, если ты не готов одеваться по форме, как ему положено, если он приходит грязный, такой повар не задержится у меня на кухне. Перед тем, как космонавты космоса управляют, их проверяют. То есть готовы ли они это сделать? Поваров нет. Для русского повара не хватает смелости. 10 лет назад кто такие были русские повара? Пьяницы, алкоголики, наркоманы, которые не вылазили с кухни, сидели как крысы по подвалам, тылили продукты. Как может человек, наркоман или алкоголик по алкогольным пенениям готовить еду? Что он приготовит? Ну, конечно, там можно сказать, что Ван Гог под пенением писал картины там. Но не всегда так происходило, но тем не менее. Каждое утро, если не спорт, я начинаю на рынке. Всех продавцов на рынке знаю абсолютно, которые мне сами смсят. Мне даже иногда не надо ехать никуда. Как что-то новое появляется, мне сразу смс приходят с фотографией. Я всех поработил практически посовщиков продуктов в окружении Москвы, Московской области. Можно сразу отличить. Есть человек, который модно одевается, а есть, который стильно. То же самое в еде. Есть вещи, которые сочетаются, а есть, которые нет. Я имею в виду вкусы, я имею в виду цвета. Я внешним видом, конечно, заморачиваюсь иногда, но считаю, что в еде самый главный вкус. То есть ты сначала должен съесть, а потом должен понять, красиво это или нет. Когда перловка максимально правильно приготовлена, со вкусом земли, со вкусом вот этой внешней оболочки, с текстурой правильной, она уже красива в тарелке. Я бы точно стал поваром. Я бы не позволил продать ресторан, которым я учился, своему отцу. Больше слушал отца и своего деда, бабушку, которые меня пытались обучить, чтобы я поменял. Да, пожалуй, все, мне как-то везет по жизни.